Раковые заболевания становятся все более серьезным вызовом для стареющего населения. Это довольно страшная проблема человеческого общества. Фактически речь идет о том, что мы сейчас воспитываем здесь, на казахстанской земле, первое поколение ученых. Мы разрабатываем новую, более эффективную методику лечения рака. И идея о том, что у нас есть магическая пуля, которая позволяет убить раковую клетку и не задевает никого в толпе нормальных клеток. Жизнь каждого из нас начинается с одной единственной клетки. Эта клетка делится на 2, 4, 8. Клетки формируют ткани. Ткани формируют органы, из которых формируемся мы. Деление клеток, благодаря которому мы из одной превращаемся в 100 триллионов таких же, называется ростом. Кажется, что рост – это легкий процесс увеличения чего-то. Но для клеток это не так. Деление клетки – это замысловатый химический процесс, частично одиночный, частично управляемый другими клетками. И в окружении 100 триллионов подобных иногда случаются сбои. Каким образом возникают мутации в клетках? К чему это приводит? И реально ли победить рак? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете сегодня в программе «Лабский Зен». Это проект о достижениях казахстанской науки простым языком. В индивидуальном наборе инструкций клетки или ДНК может появиться опечатка, которую мы называем мутацией. В большинстве случаев клетка выявляет ошибки и сама себя убивает. Либо организм находит возмутительницу спокойствия и уничтожает ее. Но немало мутаций способны обойти защитные меры, заставляя клетку бесконтрольно делиться. Так, одна клетка-нарушитель превращается в две, потом в четыре, в восемь. На каждом этапе неправильные инструкции передаются потомкам клетки. Спустя недели, месяцы или годы после трансформации одной клетки-нарушителя, человек возможно обратиться к врачу с жалобой на уплотнение в груди. Если же стало тяжело ходить в туалет, это может быть сигналом о проблемах с кишечником, простатой или мочевым пузырем. Или при обычном анализе крови будет обнаружен избыток лейкоцитов или повышенный уровень ферментов в печени. Врач вынесет приговор. Это рак. Рак – это болезнь, которая начинается с мутации, когда клетка организма начинает бесконтрольно делиться и расти, образуя опухоль. Нормальные клетки организма работают по своим внутренним часам с исправным механизмом. Эти внутренние часы регулируют, например, в какой момент клетка делится и растет, созревает, стареет и умирает. То есть все те естественные процессы, из которых состоит жизненный цикл клетки, так называемый клеточный цикл. В раковой клетке этот механизм регулирования поврежден. Это довольно страшная проблема человеческого общества. Тем более, что эта проблема усугубляется по мере того, как мы начинаем жить все дольше. И это хорошо, но и раковые заболевания становятся все более серьезным вызовом для стареющего населения. И эта проблема особенно актуальна в Казахстане, где сейчас с одной стороны происходит существенное увеличение продолжительности жизни, а с другой стороны возникают новые вызовы и проблемы. Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирают от этой болезни. 70% смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходят с иностранным с низким и средним уровнем дохода. Такие цифры приводят Всемирная организация здравоохранения. В 2020 году раком заболели более 19 миллионов человек. 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевания. Самый распространенный вид рака – рак груди. За ним следует рак легких, рак толстой кишки и рак простаты. Всемирная организация здравоохранения также сообщает, что онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей. Стратегия лечения этого заболевания во многом зависит от расположения раковой опухоли и от того, насколько опухоль успела распространиться. Если опухоль растет медленно и лишь в одном месте, человеку может потребоваться только операция. Если рак мистозировался или по природе своей затрагивает весь организм, как лейкоз, врач, скорее всего, порекомендует химиотерапию или комбинацию лучевой и химиотерапии. Лучевая терапия и большинство видов химиотерапии физически разрушают ДНК клеток или нарушают работу механизмов копирования. Но и лучевая, и химиотерапия нацелены не только на раковые клетки. Облучение воздействует на все, на что его направляют, а кровь разносит химиотерапевтические вещества по всему организму. Что же происходит, когда под удар попадают разные клетки? Посмотрим на здоровую клетку печени, здоровую клетку волоса и раковую клетку. Здоровая клетка печени делится только при получении сигнала. Здоровая клетка волоса делится часто, а раковая клетка делится еще чаще и без оглядки на других. Когда человек принимает химиотерапевтическое средство, оно действует на все эти типы клеток. Каждый раз, когда происходит деление, клетка становится уязвимой для атаки. И это означает, что чем чаще клетка делится, тем выше вероятность, что лекарство ее убьет. В человеческом организме есть часто делящиеся клетки. Например, клетки кожи, клетки кишечника и клетки крови. Поэтому список побочных эффектов лечения рака соответствует этим типам тканей. Выпадение волос, кожная сыпь, тошнота, рвота, утомляемость, потери веса и боль. Доктор биологических наук Иван Воробьев о проблемах рака знает со школьной скамьи. Будущий ученый пошел по стопам отца, но в отличие от него выбрал не медицину, а клеточную биологию. За всю свою карьеру профессор проработал в лучших лабораториях России, Америки, Великобритании и Италии. А с 2012 года преподает в Назарбаев университете. Руководитель лаборатории биофотоники и имиджинга признается, что в Казахстан он попал в волю судьбы. Обе бабушки Ивана Андреевича в советские годы находились в лагерях на территории нашей страны. А он уже приехал в свободное, динамично развивающееся молодое государство. И это как бы очень большая, так сказать, с одной стороны честь, я это хорошо понимаю, говорю безо всяких кавычек. С другой стороны, конечно, это серьезная ответственность, потому что есть молодые люди, которым надо двигаться. Фактически речь идет о том, что мы сейчас воспитываем здесь, на казахстанской земле, первое поколение ученых. Поэтому лаборатория, в которой мы сейчас находимся, она изначально планировалась как так называемая зеркальная лаборатория, которая бы отражала возможности лаборатории в Москве и лабораторию Натальи Бартеневой в Гарварде, в Бостоне. Но сейчас это уже совершенно самостоятельное и самодостаточное подразделение. Мы работаем здесь, у нас есть исследовательский грант, у нас есть команда студентов, достаточно сильных. Профессор Воробьев очень ценит свою молодую команду. Вместе они работают над несколькими проектами, изучающими одну большую проблему – раковые клетки. Смысл проекта в том, чтобы разработать препарат, воздействующий только на злокачественные клетки, в отличие от химиотерапии, убивающей все живое в организме. Химиотерапия, она оказалась временами специфической, временами не очень. И идея о том, что у нас есть магическая пуля, которая позволяет убить раковую клетку и не задевает никого в толпе нормальных клеток, это пока недостижимая мечта. Так было с инфекциями. Вот для бактерий, для вирусов у нас есть магические средства, которые достаточно избирательно их убивают. Для раковых клеток пока нет. Поэтому следующий шаг – это была так называемая полихимиотерапия, когда мы стали использовать множество препаратов и подбирать сочетание этих препаратов, чтобы достичь специфического эффекта. И полихимиотерапия – это современный стандарт, но развивается она довольно медленно, в частности потому, что мы очень плохо понимаем, а какие препараты с какими могут сочетаться и почему одни сочетания эффективны, а другие неэффективны. Огромное количество работ, современных и уже последние лет, наверное, 20, посвящено тому, как подбирать сочетание препаратов. Наша лаборатория тоже продвинулась в этом направлении. Мы начали с того, что мы посмотрели эффект стандартных препаратов, которые применяются для лечения опухоли и которые известны тем, что они ингибируют деление клеток. Это препараты из группы токсанов и препараты из группы алкалоидов барвинка или винка алкалоидс по-английски. Они широко применяются, они рекомендованы, они весьма эффективны, но у них есть существенное «но» – довольно часто лечение заканчивается рецидивом. То есть, если говорить о пациенте, мы продлеваем ему или ей жизнь, нередко продлеваем на много месяцев, но, к сожалению, не вылечиваем. И возникает, естественно, вопрос «почему?». Сейчас, получается, мы работаем с раковыми клетками, я конкретно работаю с клеточной линией, которая называется А549, это легочная карцинома. И в целом то, что мы делаем каждый день, это мы работаем в ламинаре, то есть нужно пересадить клетки. То есть у нас есть специальные посудки, называются Т25, и мы пересаживаем клетки, чтобы они не зарастали. И это как бы рутина у нас, и мы храним все наши клеточные линии в инкубаторе, то есть есть специальные температуры 37 градусов, тут есть СО2, и это, получается, условия, в которых нужно хранить клеточные линии раковые. В основе задумки ученых Назарбаев университета – изучение клеток. Для этого применяется суперсовременное оборудование, и это не только лабораторные колбы. Сегодня здесь используют IT-технологии и автоматизированные микроскопы. С их помощью команда готовит исследования по изучению раковых клеток. Сегодня в мире еще никто полноценно рак не поборол. Самые успешные исследования в области противораковых методов лечения проводятся в США, Японии, Китае и Южной Корее. При этом разработки отечественных ученых не уступают иностранным. Мы разрабатываем новую, более эффективную методику лечения рака. И сейчас одним из основных проблем является то, что после химиотерапии развивается рецидивизация рака. То есть через какое-то время опухоль появляется обратно. И одну из причин, которые мы определили, это появление вот этих многоядерных клеток, которые через определенное время начинают делиться и приводят к возникновению рака снова. Вот. Мы сейчас вот исследуем количество этих ядер, как их можно будет убить, как вот эти ядра будут влиять на чувствительность этих клеток. Вот. Это то, чем мы занимаемся. Например, вот здесь только ядра. Обычно в клетке как бы только одно ядро. Ну, посередине вы должны как бы увидеть только круглые. А то, что мы сейчас видим, их много. Вот. Это, возможно, будет в будущем как бы предопределять чувствительность раковой клетки. Мы подобрали модели. Поскольку мы работаем на клетках, мы не можем ставить эти эксперименты на животных. Это слишком дорого и сложно. У нас объект – это культура клеток. И наше преимущество состоит в том, что благодаря прекрасному оснащению микроскопическому мы можем следить за отдельными клетками на протяжении долгого времени. И мы можем сказать, как действует препарат на отдельные клетки. В этом смысл разработки. Поэтому сейчас мы проследили за судьбой клеток. У нас есть некие статистические данные, что одни клетки погибают в метозе, погибают в процессе деления. И процент этих клеток немаленький. Но интересны те, которые не погибают. Их процент, по-видимому, зависит от свойств клеточной линии, то есть от свойств опухоли. И это тоже вопрос, почему одни клетки резистентны, а другие клетки высокочувствительны. Второй вопрос – как ведут себя, как живут вот эти резистентные клетки, которые ускользнули из деления. А что дальше? Они могут размножаться или нет? Нет. Если мы говорим о рецидиве опухоли, то мы предполагаем, что могут. В явном виде это практически неизвестно. Есть много косвенных данных о том, что да, наверное. Но от да, наверное, до реальных наблюдений, как это происходит, дистанция, которую нам надо пройти. Вот мы сейчас находимся в начале этого пути. Мы научились получать эти клетки. Мы можем проследить за судьбой этих клеток. И мы планируем проследить за тем, во что эти клетки эволюционируют и развиваются. Теоретически любая клетка организма может сломаться и стать раковой. Именно поэтому и у взрослых, и у детей существует так много разных форм рака. В зависимости от типа клеток, сколько и какие именно органы поражены, болезнь проявляется в различных симптомах. Разные формы рака должны по-разному лечиться. Также по-разному оцениваются шансы на выздоровление, отмечают ученые. Практика показывает, что когда мы побеждаем одни смертельные болезни или откладываем их приход, вместо них появляются другие. Если раньше проблемы были сердечно-сосудистые заболевания, то сегодня это онкология. Чем мы быстрее изучим эту проблему на клеточном уровне, тем мы быстрее победим ее в мировых масштабах, заключают ученые. Субтитры создавал DimaTorzok